Максим Алкин бросил супругу и поменял внешность. Что происходит с новостями Жан Содель? Здравствуйте! Признанный инагентом юморист, наплевал на чувства своей жены Аллы Пугачёвой. Пишут многие интернет-СМИ, мол, 14 февраля она хотела быть вместе с ним. Конечно же, в Израиль они туда переехали, оставив Россию. А он будет в Стамбуле, записал видео и приглашает на концерт. Как видим, мелирование у Галкина. Кто-то пишет, что стало хуже, а кто-то говорит, что похорошел, помолодел. А, собственно, в этом обращении он вот что говорил, я процитирую. Уже скоро концерт в Стамбуле, 14 февраля в 19.00 я выступаю с новой сольной программой в замечательном старейшем городе Стамбуле. Если вы хотите приобрести билеты или узнать подробности, их можно узнать на моем сайте. Узнать-узнать. Тавтология, да? То есть можно было как-то синоним продумать, но не суть. В общем, в Стамбул, мои дорогие зрители, с нетерпением приеду и всех жду, да? Произнес Галкин на видео о полигонном соцсетях. Вот так вот. А Пугачёва, естественно, осталась детьми. Вообще, конечно, после февральских событий тучи начали сгущаться над Галкиным Пугачёвой. Пытаются продать этот замок, да? Где-то там ценник до миллиарда российских рублей доходит. Но при этом говорят, что вроде как власти могут помочь продать этот замок. Но, естественно, цена не дойдет до рыночной, да? И тогда это может быть совершенно другая стоимость. Вот, в частности, указывается. Разумеется, при продаже с торгов итоговая стоимость вряд ли дойдет до рыночной. Да и не факт, что Пугачёва с Галкиным получат уручные деньги. Уже появилась инициатива отправить их на благотворительное. Что касается самой Примадонны, она пока что притихла. Вот уже несколько недель. Не делай никаких заявлений. Но ее оплакивающий страшную потерю супруг продолжает колесить по миру, упражняясь в остроумии о судьбе замка. Он также не высказывался. Вот так вот. Действительно, до этого была информация, что Пугачёва может начать говорить. То есть она будет рассказывать какие-то тайны, что-то такое, что мы не знаем. Но молчит, ничего не говорит. А что касательно Галкина, однозначно работы у него прибавилось. То есть сейчас, я так понимаю, просто сидеть на пятой точке ровно невозможно. Потому что ты, я так понимаю, вынужден снимать жилье. И совершенно другие цены, если ты за рубежом. Однозначно нужно работать, чтобы прокормить и супругу Аллу Борисовну, и двоих детей. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Однозначно подпишитесь, если я и в соцсетях. Ссылочки в описании под этим видео. И помните, что нас смотрят. Неважно, сколько просмотров. Особенно те, о ком мы говорим. С вами был Жан Содель. До встречи.